Это самая дорогая вещь, кстати, вот в этом автомобиле. Ещё чуть-чуть добавить, и будет Тесла. Ротненький, жалко его так. В общем, я виноват сам. Залили сюда вот такие вот пилеты. Запустили, в общем, установочку в офис с Wi-Fi. И я вот хочу сейчас как-то подключиться к нему. Вот нахож. Выглядит, конечно, как дичайшее извращение, но тем не менее. Кстати, непонятно вообще, какая тут эта модель. Да уж. Где же название-то взять? Как это СИИ что-то называется? Офигеть, не знаем даже, что купили. Что, залили сюда вот такие вот пилеты? Нет. Wi-Fi информация. Ага. Как он называется? Traeger 5E. Какой-то QR-код тут есть. Нет, у меня никакого Traeger. Так. Enter Grill Name. Так. Прискните меню, кнопку на вашей гриле. Сделайте settings about the grill. Короче, не все так просто в этом царстве. Тяжело, однако, подключаться к этой штучке. Видите, ваша пароль. Что-то там насыпается, что-то происходит. Круто. Device Connected to Traeger. Что-то отключить. Не удалось подключить. Так, нашел я здесь QR-код. Вот он. А я все вводил ручную. Так, вот Станиславушка подготовил кусочек мяса. Небольшой, говяжий. Вкусняшечка-то какая. Что-то я голодный. Время 11.48. Я с утра только кашу ел. Что-то мне эта каша просит добавить что-нибудь. А? Все, так просто. Давай я вырежу ее. А то меня родители смотрят все-таки. Они такие, ага, а мы тебя услышали. А мы туда думали, что ты не материшься. Что ты святой человек. Что ты колокольчик. А, нет. Нет, испортила тебе Америку, а? Я все на тебя говорю, а то ты меня испортил. Поможешь? Что тебе помогать? Закидываешься ли или облизываться? Сленки пускать. Как сейчас. 225. Такой чутенький. Да. Все, сейчас. Вроде. Вроде. Какое-то приложение не очень понятно. 250 через 2 часа надо повысить. Так коптилки работают или как мы можем смоким? А, только смоким, да? Ну, можно и так сделать. Грилька, обтилка, все. А, грилька, обтилка, он сейчас сделает. Мы сейчас хотим сделать вот такой смок. Ага. К вечеру он как раз будет готов. Все. Все, мне не хватит. А что ты посередине не поставил? Ну и что? А тебе пофиг. Пускай так попробуем. Вот. А что-то не работает. Вечером уже будем делать. Так же на полетах? Ну, только на высокой температуре уже стоите. Ну, на полетах. То же самое. Ну, попробуем, посмотрим. Он что-то не дает статусу. Да. Что-то ваши высокие технологии. Да не говори вообще. Это датчик, да? Ты не пожрешь что-то мясо. Сейчас он... Ты к датчику-то тут? Нет, нет. Да тут не принципиально. А почему? Ну, за 12 часов он точно приготовится. Там за 6? За 6 часов. Нет. Вот именно тут медленная. Ларка. А 220 много это тогда? Нет. Понимаем. Я вчера кино посмотрел. Еще одного блогера, да, посмотрел? Все, сночь. А он автоматически, получается, балеты подкидывает, да? Все, все, шерова. Есть такие фернисы в России, кстати, которые на балеты. Мы ставим. Да? Это такая же технология. Так я тебе говорю. То есть я вот такие балеты могу делать? Можно, да. Из-за технологии? Да. Из-за этой... Ну, это шнеки, то есть, получается? Они здесь появились, да, слушай. А здесь не появилось. А вот здесь появились. Вот у тебя. Здесь все время. Теперь можно... Все равно как-то говно. Где... Я хотел программы, чтобы он вот так вот прямо сам туда-сюда кидал температуру, все дела. Вот так вот. Хочу, чтобы он сам кого-то переворачивал. Было бы вообще... А, чтобы он вообще сам все делал, да? В рот того закидывал. Что ты нуждаешься? Палет. Да, возьмем. Палет. Просто вот этот. Не вот этот. Палет. 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 Не вот этот. Только этот. Мы будем держать его для тебя. Не волшебно. Но не сейчас. Не сейчас! Нет. Нет. Извините. Палет этот, пожалуйста. Это все, нет? Да, это все. Это все? Да, да. Окей. Палет, пожалуйста. Короче, товарищ Ерема, не имея драйвер-ласенца, ездит. О-о-о-о-о. Стоп, стоп! Ты видел, где ты пошел? Окей, ты почти ударил. Ты сейчас хорошо? Ты хорошо? О-о-о-о. Ты был очень близким. О-о-о. 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 Ты слышал меня? Да, я не знаю. Окей. О-о-о. Потому что он почти там. Окей. Дай укройду-ласенца. Где он? О-о-о. 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 гад педаль. Немного проблем. Джеремайя, ты еще живешь. Что? Ты просто ударил... О, черт. О, черт. О, блин. О, блин. Где дверь? Это в... ...другом. Дальше. Дальше. пацаны контент подъехал контент это не только самое главное он не виноват почему нет слов ну ладно печально конечно но это знаешь что это значит это этот это но это фул на тотал это тотал дает total do you know how much is the cost of this truck this is a total cover other no it's a total loss yes for this vehicle it's not nobody fix it oh yeah oh yeah the content is страховый припит я передаю привет страховой компании у тебя total а это тотал да потому что сезон скоро будет его подбирать сезон корпорейшн короче пацаны кто-то радиаторы кондиционеры поврежден помяты ну а подтекает подтекает да чёрт поверь и течет да капает капкап номер помяли ну что за человек я ну ничего камер же здесь нету это ж капкапа где капкапа а он разогнался так как там он пытался развернуться выкрутил руль и вместо него перепутал похоже что ли педаль как передача скорее всего передача если это автомат я думаю где наш влогик влогик мы вроде как переселяемся завтра мы уже переселились только там еще дивану стоят ну как тебе ты этот момент снимал ну как я мог этот момент снимать реально самокат они самокатом я не верю самокатом конечно самокатом не тоже трубы есть там споткнулся не серьезно ну что здесь серьезно ну серьезно он не затормозил 60 км въехал да это надо если если такое заехать самокатом это надо было ехать наверно на самокате со скоростью наверное 600 км в час не реально чтобы такой дамич а ты ерема тачку помыл я говорю иди припаркуй он педали перепутал как по столбу а а что я говорю самокатом самокатом не верю я серьезно что ли ммм еще я самокатом я даже пришел посмотреть Антон вот так вот встань и скажи когда ты купишь себе новый автомобиль Mercedes да пока все влезает влезает да? все влазит говоришь? конечно еще ни разу не было чтобы что-то не влезло у тебя тут один конденсор? конденсор фернис койл 5 тонны? лайву 2 байфурины это самая дорогая вещь кстати в этом автомобиле сейчас 90 баксов просто жесть скажи еще одна еще одна у меня это только на дорожке надо кстати может атик пакетч увеличивать стоимость потому что лайву просто капец стоил 44 или 42 32 доллара стоил раз 90 первый раз покупал за 40 с чем-то ага 89 что-то это жесть это жесть так мы едем мы едем с Васей ты за рулем? а что ты? нет я это давай ты ты более опытный так едем сейчас покажу зачем мы едем так кстати влезло туда в эту ерунду которую мы сняли что-нибудь вы что туда отвезли? в склад в сторич вон дофига в том числе 4 кондиционера бойлов целая гора что там кто-то этот? а тут он метет конечно смотри и ребята кто-нибудь так метет как ярема наша профессионально пикапчик наш ротненький жалко его так просто жизнь просто кошмар заехали кримсонок печальная морда нашего пикапчика и счастливая морда Алексея нашего тримитчика короче, ребята, сегодня мы ездили к попытке купить форклифт электрический, который мы думали что он будет меньше, и в итоге получилось, что этот форклифт по размерам не меньше, чем наш существующий хотя оператор на нем должен стоять стоя, и ввиду очевидного понимания того что мы меняем шило на мыло мы его не купили, хотя цена у него довольно была вкусной, там 4000 в общем мы решили его не покупать, потому что нам нужен намного меньше форклифт если у кого-то есть идеи, какой форклифт ей можно купить, такой маленький либо там какую-то электрическую рухлю, пожалуйста, скидывайте в комментариях варианты, потому что сегодня я позвонил в компанию Мариотти которая называется USA и спросил, сколько у них стоит форклифт новый, и конечно офигел потому что он стоит 30 тысяч долларов электрический, прямо еще чуть-чуть добавить и будет Тесла по цене что в целом нас вообще никак не устраивает так что вот так вот ищем бушный электрический форклифт чтобы нормально ползать по новому складу потому что на большом особо там сильно не разгонишься вот так, едем дальше что касается по ситуации с Еремой то, конечно же, первое желание это было его четвертовать посадить на кол или уволить но ввиду того, что в принципе в целом я знал что у него нет водительских прав и у него есть еще синдром рассеянного внимания в общем, я виноват сам то, что ему позволил сделать это хотя я, конечно, надеялся, что в целом все будет в порядке потому что первый день в четверг он вводил этот пикап в целом нормально потому что он его завозил назад чуть-чуть там подмыл я ему сказал в пятницу Перемой, потому что он помыл его хреново и вообще он все делает через жопу возможно, ввиду наличия у него подтвержденного синдрома рассеянного внимания ну да ладно, думаю я думаю, пускай если человеку ничего никогда не доверять то никогда и не выяснится можно ли ему что-то доверять в общем, выяснилось, что ему доверять пикапы и автомобили нельзя ну, по крайней мере, пока что пока он сам не научится каким-то либо образом без моего уже вмешательства ездить на автомобилях вообще, конечно, он в сентябре уже уходит в колледж начнет учиться и говорит, что в сентябре месяце у него, возможно, будет получаться работать только 2 часа в день а пока что он работает он нам должен помочь с переездом в новый склад в новый офис и в целом могу сказать, что без него мы, в принципе, уже, ну, наверное, не можем хотя, что мне в нем импонирует он всегда спрашивает, что ему делать то есть он сидит, если что-то, он подходит и говорит я, что мне сделать сейчас, чтобы я сидел без дела и я должен вскакивать с места с рабочего и придумывать ему какие-то задания так что вот так вот, друзья мои все хорошо, все живы, все накормлены все будет окей и обязательно ставим этому парню Ереме лайк под этим видео напишите, есть ли у вас кто-нибудь из знакомых с синдромом рассеянного внимания и вообще, что это значит вот, потому что у меня умные люди есть в компании которого одного зовут Стаск и говорит, да не надо было ему давать лиле-то поля ну, блин, ну, фигня это все фигня пока не конкретно не попробуешь с человеком что-то ему поручить ответственное то не знаешь, зарпокапится он или нет вот то же самое говорит Таня он говорит, не надо было давать фигня все это, фигня надо людям доверять как и подписываться на мой канал доказывая ваше доверие ко мне до скорых встреч, но в новых видео не переключаемся пока-пока поехал пока-пока